Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Номер 119. Мы насчитываем новый завет с толкованием блаженного фтефилакта и комментариями. Вот у нас, это наше издание, трехтомник, толкование вместе с откровением Иоанна Богослова. Это настолько редко. То есть впервые за 2000 лет вышел полный комплект в одном, чтобы с откровением, таким обширным. И плюс здесь у нас раскраска, тоже это очень важно показать. Густаво Даре, 230 иллюстраций, по 80 иллюстраций, и 10 из классики. Все, поехали. Считает Никита Колесников. Евреям 11.13. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Толкование. Здесь возникает два вопроса. Как апостол, сказав о Енохе, что он переселен был так, что не видел смерти. Переселен. Переселен. Переселен был так, что не видел смерти. Теперь говорит, все сии умерли. И еще, как он сказал, теперь не получив обетований, хотя сказал, что Авель говорит еще, в силу того, что всеми прославляется, и что Енох переселен был, что Ной получил награду, будучи спасен с домом своим, и будучи назван праведным, и что Авраам родил сына от Сары. Поэтому слова, все сии умерли, понимай, в таком смысле. Те, которые умерли, исключая, разумеется, не видевших смерти. Вот тут написано, и говорит ныне. И Авель говорит еще, где он говорит-то? Когда его никто не видел, не слышал, написано, ничего нет. Как он говорит? Вот написано, говорит, а нигде он ничего не говорит. А так говорит, что и сегодня принесение жертв от всего сердца Бог приемлет. И Бог принимает эту жертву. Вот что значит говорит-то. А написано, говорит, ничего он не говорит, дела его говорят. Отклики. Вот когда смотришь Иуда Бен Гур Фильм такой есть И там уже на каторге На галерах и череписа Все еще падает Из-за чего посадили Она все еще падает И поэтому пророки говорят сегодня Хотя нигде ничего не говорят Только написано А Авеля у него вообще написано мне Только о нем упомянули Нельзя буквально понимать Буквально понимать значит ничего не понимать Дуря одна выйдет Дальше Не получив обетований Справедливо сказано о всех Ибо не одними только этими благами Щедродатель Бог Наградил за великие подвиги веры Авеля тем что он в славе у людей Еноха переселением Ноя спасением от потопа Авраама деторождением Напротив Ясно что это только предвкушение И залог истинных благ Которые предварительно подавались святым Ради нас малодушных Чтобы на основании этих Мы верили и истинным благам Но им же уготовано нечто великое Что и на сердце человеку не приходило Чего они еще не получили Как и Господь говорит в Евангелии Что отрекшиеся всего В нынешнем веке получат во сто крат А в будущем наследует жизнь вечную Матфея 19.29 Здесь апостол дает понять Что они и видели и радовались То есть предчувствовали Тайны о царстве небесном О воскресении и незреченных благах Метафора взята из жизни мореплавателей Видишь какая метафора из жизни мореплавателей Это все надо знать Это в 11 веке Блажина Пепелак говорит А тут в 21 веке Уперлись куда-то непонятно Доисторических каких-то динозавров ищут Метафора Буквально нельзя это понимать И взята из жизни мореплавателей Вот от знания Писания Вот сын человеческий Александр Мень пишет Целая книга Там ничего уже Все сказано И интересно считать ее Почему он многое знает Какая была погода Какая растительность Слава Иисусу Христу Вот так Пошли Здесь апостол дает понять Что они и видели И радовались То есть предчувствовали Тайное Царствие Небесное О воскресении И незреченных благах Метафора взята из жизни мореплавателей Которые издалека Завидев желанные города Прежде чем войти в них Предварительно обращаются к ним С приветствием И уже считают их своими Или разумеет и потомков Авраама Что они не получили обетования Относительно земли Но издалека предвидели их За четыре рода ранее Именно что потомки их Выйдя из Египта Сделаются наследниками Этих обетований Но это толкование Как относящееся только К потомкам Авраама Не стоит в связи С словами Все сии Не только на обетованной земле Но и на всей вселенной Поэтому и не подобало Получить ее Они были достойны Не ее А неба Потомки же их Получили ее Ибо они были достойными Земли Я у вас пришелец И поселенец Бытие 23.4 Говорил Авраам Сынам Хетовым Но они И все были таковы Как свидетельствует Давид Странник я у тебя И пришелец Как и все отцы мои Псалом 38.13 Евреям 11.14.16 Ибо те Которые так говорят Показывают Что они ищут Отечество И если бы они В мыслях имели То Отечество Из которого вышли То имели бы Время возвратиться Но они стремились К лучшему То есть к небесному Посему и Бог Не стыдится их Называя себя Их Богом Ибо Он Приготовил им Город Толкование Называя Говорит Самих себя Странниками Показывают Что они ищут Отечество Вот тебе Патриотизм И Отечество Итак Посмотрим Какого ищут Отечество Земного ли Которые оставили Как Авраам Месопотамия Но ему Можно было Возвратиться туда А так как Он не возвратился То ясно Что он Не о ней Вспомнил И не Она была Для него Отечеством Но желал Иного Лучшего Отечества То есть Небесного В который Еще не имел Времени Войти В силу Такой добродетели Говорит Они Являются Настолько Великими Пред Богом Что он Будучи Богом Всего мира Невидимого И видимого Не стыдится Называть себя Особо Их Богом Исход 3.15 Так как Они являются Равноценными Всей твари Или лучше Бог называет Называется Богом Видимого Мира Как творец И Господь Поэтому он Бог И языческих Народов А для них Он Как друг Что важнее Он Настолько Не стыдится Их Что считает Их Своими Что Приготовил Им Город Которого Они Желали Город На небесах Интересно Вот когда Говорят В Новом Завете Кто Обратился Теперь он Старается Обратить Семью Своих Родных Это закон Такой Священники Ставят Канун Говорит Пока С родных Не сделаешь Верующими А у Враама Этого не было Ушел И не обернулся Назад Почему А благой вести То не было Еще бы он вернулся Ну что бы им сказал Что баранов Не всех надо В котел А кое-что сжечь Больше Он еще мог сказать Жертв Об этом речь идет И поэтому Накладывать на него Иго Которое у нас Никак нельзя Он не слышал И не знал Для него важно было Оторвать корни И теперь он Все время Только это насаждал Так Если разбираться По человечески По сегодняшним меркам Демократия Или радикализм А они выше И ведь Не то Не туда ведет Ну и все Теперь снова Референдум И возвратимся В Египет Ничего подобного А что он сказал Он не Не знал Моисея Как убедить Но твои евреи По еврейски Говори им Как-то Не стал говорить Ни одного слова Кто господень Ко мне А кто господень Левее колено Левеина Люди Которые Люди Которые Посвящены Богу И что он дальше Замечи По шатрам найти Кто хотел вернуться 3800 зарезали сразу Мы даже вообразить Не можем этот ужас Вот в фильме Моисей показывал Он стоит Головой Поворачивает Такие глаза страшные У него Испуганы И там Крики Жены Дети Выскакивают А те Которые хотели вернуться Они может за столом Сидели уже Хотели-то вернуться Пока Моисей на горе был Картину дальше Разведи И вот режиссер Фильм И все это показал Ну кто же так делает Да это ИГИЛ Никто так не делает Как-то маленько Допросят Ничего нету И поэтому Мещом Прорубается Только Моисей и Мухаммад Они один другого стоят Но тому-то откровение От Бога было Перед тобой народы Пришли Там живут Беспечные Городов нет То есть такая была Мирная обстановка Как Коста-Рика Вообще Пришли Докладывают А там люди Беспечные живут У них охрана Не выставлена Сигнализации Нигде нету Замечи Все Всех уничтожить Ну кому непонятно Если это не верить Что это Бог И Его Сказали Какое-то чудовище У вас Какой Бог-то Об этом и говорят Он Бог ваш Кровожадный И говорят-то Имея основания Без веры А с верой мы знаем Так повелел Владыка Для Бога важно Душу спасти А они не думают Об этом Он их жалил Шершнями А теперь Пришли люди С мечами И они Срочно начали Ассамблеи собирать Собираться Европейский Союз Образовывать Погубить надо Зародыш И все это Не тут-то было Да он же умел Как-то Не знаю Мещом видел Прямо на него Махнул А меч куда-то в сторону Не попал В израильтянина Стрелу пустил Она прям до него Долетела Повернула Куда-то И образно Примерно Вот так Сражение идет Тысячи убивают Ни одного раненого Израильтян нету Ну как это Там же были бойцы Свой ОМОН Свои спецотряды Ничего не помогло От Бога И поэтому Мы изобрели Новое оружие Там Ничего не поможет Бог сделает так Что Не Китай придет Там миллиардная армия А свои рядом Какая-нибудь Белоруссия Украина И начнут Своё дело делать Мы не знаем Как Мы знаем только так Маленький пастушонок Он сродил Голиафа Вот это нам пример Поехали Евреям 11.17.18 Верую Авраам Будучи искушаем Принес в жертву Исаака И имея обетование Принес единородного О котором было сказано В Исааке наречется тебе семью Когда говорят безбожники Вот что требует Тут было Баптистов судили Они в жертву детей приносят В пол там когда взорвали Подняли Баптистов дом отняли И там нашли там 18 трупиков где-то Ни одного не показали Никому Да не у нас Вы у себя делаете 18 тысяч абортов Каждый день А у баптистов Не делают аборты Это все в печати Местное было-то А они нашли у них Нашли Ну нашли так покажите Хотя бы где-то Полы вскрыть Конечно это можно Выдержу найди Да и отрывай Почему? Клевета И здесь о чем Принес жертву А почему принес Так у них написано так В жертву надо приносить детей Ну нет Действительно так было Ну можно это событие было Как-то убрать Когда уже люди-то Вначале начинают веровать И говорят И правда в Библии написано Я не знал Вот стала верующей Я сказал Да разве Бог может требовать жертву А ты говорит Библию-то знаешь Я считаю ее Я люблю Ну и считай Вот Евреям 11 глава Так ты прочитай сначала Откуда это взято В Библии есть 17 глава А ты только 17 стих 11 главы К евреям смотришь Посмотри Она прочитала И правда Приходит и спрашивает Да как же так Ну у меня дети Так что жертву приносить будут Не будут Они для Бога жертвы Это образно Так он не зарезал же Не зарезал Но он-то занес Он думал зарезать Он знал Я сейчас зарежу И сейчас Бог Его воскресит Он засмеется и побежит Вот с верой-то почему Он силен был Его воскресить Он не то что Да мне же обитовано в нем Потомство Я зарежу Что будет Голос говорил какой-то Может контактером стал Вера была А эту веру Он не мог передать Никому из своих родственников Она дана была ему Это тоже из фильма Авраам И как первый раз Он голос слышит Там его несло Рекой где-то он лежит Это тоже очень сильно Показано Время последнее Открывает больше Доказательств никаких В сегодняшней мерке Все это религия Крови Еврейская А мы на ней Основываем свое Да и мы даже Согласитесь Согласитесь Как было Все в крови было Ну докажи Мои Илья Докажи Что Бог Саваоф Это лучше чем Ваал Еще доказывать Хватайте их Первое что он крикнул Хватайте пока не убежали И началась рубиловка 850 голов До сегодня Ни один ИГИЛ этого не делает Там трех-четырех Зарежут и все И это нам преподносится Как нормальное Да мы то нормальные После этого или нет Но верой мы должны победить Да нормально Потому что Библия Священная книга Богом данная И Бог поступает Как хочет Которых убил Он мог жизни Вообще не дать бы И никто бы не удивлялся Он не создал этот мир И никто бы не удивлялся Мы должны Мыслить категориями Священного Писания Не слушать Что сатана навевает Хотя безбожьи И следуют А они правильно говорят Вы сами подумайте Что Бог требует Народ это геноцид Семь народов Под корень Никого не оставлять Но Бог говорит Они оставили их И теперь эти люди Стали сетью для них А вы сами виноваты Я вам сказал до одного А женщины беременные Пополам разрубайте Даже Гитлер не делал никогда Но если мы начинаем считать дальше Давыд как Сколько взяли в плен? Пять тысяч Так разделите на пять Первая тысяча Бросайте их Замедите в ущелье вниз Летят все мертвые Так эти Положить Чтобы лежали А теперь Молотильными То есть танками Проехать по ним надо Так еще ты еще В печь Сжигать Да это не геноцид Нет Это от Бога Это мы Берем Да Давид Да какой же он После этого Правда с нам А вот если ты Действительно так говоришь Не веришь То за это ответишь Бог положил ему на сердце Ну убил бы там Или что-то Зачем ему вот этот Садизм Мазохизм Нужен был Других слов на это нет Геноцид Самый настоящий был Евреи Об этом не говорят Что они на геноциде Выросли Но они то верят По Библии И поэтому Они поступили правильно И это что у вас Двойной стандарт Да двойной В данном случае Да По другому Никак нельзя Но не готово У нас написано В нашей священной книге Ну Мы должны сказать Что дана только одна Ветхий завет И по нему И другого пророка Бог возникнет Говорится о Христе Ни о ком другом Пошли Евреям 11 17 18 Толкование Выше всех По вере Авраам Ибо здесь Вступила в борьбу С божественным повелением Не только природа Что Бог Бог не только Другим Попускает Причинять их Верующим Но и сам Искушает Чтобы явить Их более опытными Бог никого не искушает Написано Злом не искушает А убить ребенка Это не зло Считаем мы Проверить не можем Но бывает Женщина Услышала Какой-то голос И ребенка зарезала А у меня повеление А у меня повеление было Как Авраам Но Авраам Не зарезал Почему ты не договариваешь Может быть И было где-то Но в Барнауле Не было этого Я определенно знаю Это клеветники Говорили на баптистов У них по 18 детей Даже Ух какие Убивали бы они Евреям 11 19 Ибо он думал Что Бог силен И из мертвых Воскресить Почему получил его Презнаменование Толкование Достойно удивления То что он Не имея другого сына На котором мог бы ожидать Исполнение обетования Но имея только одного Однако принес его в жертву Он не принес его Намерением принес Опять же Написано принес Написано То есть перед Богом Он принес А перед людьми Не принес Почему же По великой вере Ибо он веровал Что Бог силен И после заклания его Воскресив его Из мертвых Исполнит обетование И через него Ожившего Умножит семя А так В каком же смысле Исаак был единородным Когда у него Был еще и Измаил Но что касается Обетования То он был единородным Ибо он и был В собственном смысле Семенем Ибо в Исааке Наречется тебе семя Бытие 21.12 Что значит Предзнаменование То есть В образ В показания Тайны Относящиеся Ко Христу Ибо как тогда Исаак был оставлен Овен же был Заклан Так один Христос Будучи в одно И в то же время Богом И человеком По человечеству Был принесен В жертву за нас Божественная сущность Же осталась Непричастной Страданию Вообще Авраам Был образом Бога Отца Исаак Сына Божия Так как Бог По своему Великому Человеколюбию Решил совершить Это великое И превосходящее Разум Таинство Отдать Сына Своего За нас То и желал Даровать Это Не как Собственный Свой дар Но как бы Отплатить Долг Говоря при этом Как бы Следующее Я ничего Нового Не даю Человеческому Естеству Принося За него В жертву Сына Своего Ибо Авраам Принес Сына Своего Чтобы Для меня Заклад Его Почему Я возвращаю Долг А не Дар Даю Или Преднознаменование То есть В овне Авраам Принес Исаака В жертву То есть Заменил Овном Который Был Образом Исаака То есть Заклан Изображавший Собой Исаака Евреям 11.20 Верой В будущее Исаак Благословил Иакова И Исава Толкование Как он Мог бы Обещать Сыновьям Своим Столько Благ Сам Живя На чужой Земле Если бы Он Не веровал Что Бог Дарует Обитованное Что Значит В будущее Или В благо Будущего Века Ибо Они Знали О воскресении И для Них Понятны Были Эти Благословения Или В благо На этой Земле Которые Имели Получить Они Сами Или Потомки Их Предпочитают Же Иакова Исаву Как Добродетельного Как Получившего Права Первородства И во всем Достойного Предпочтения Евреем Евреем 21 Верой Верой Иакова Иакова Благословил Каждого Сына Иосифова И поклонился Наверх Жезла Своего Толкования Сыновья Иосифа Монасия И Ефрем И хотя Монасия Был Старший Ефрем Младший Однако Иаков Благословил Ефрем Более Великим Благословениями И Краснообразным Возложением Рук И так Сильно Верил Что Сбудутся Его Благословения И колено Ефрем Будет Господствовать Что И самим Жезлом Показал Ибо Поклонился Иосифу В знаменовании Поклонения Всего Народа Как же Поклонился Наверх Жезла Своего То Есть Опершись На Жезл По Причине Старости Некоторые Говорят Поклонился Наверх Жезла Иосифа Знаменуя Через Жезл Скипетр Царствования Долженствующий Быть Предметом Поклонения Евреям 11.22 Заметь Он Одно Толкование Говорит Но Иногда Говорят Вот Так Он Не Отрицает Того Берет И Это Оно Не Противоречит Одно Другому Но Когда Явно Противоречивает Мнение Евреям 11.22 Верой Иосиф При Кончине Напоминал Об Исходе Сынов Израилевых И Завещал О Костях Своих Толкование До Такой Степени Говорит Веровал Что Израильтяне Будут Особождены Из Египта Что Даже Заповедовал Им Склятвы Чтобы Они Вынесли С С С С С С С Бытие 50.25 А И С С Делал Это Не Потому Что Заботился О Могиле Он Как Весьма Мудрый Знал Что Господня Земля Псалом 23.1 Но Чтобы Внушить Народу Полную Уверенность Что Обетование Божие Во Всяком Случа И И Сполнится И Что Они Выйдут Из Египта А Чтобы Они Не Оставались В Египте По Причине Тамошнего Нечестия Это Так Угодно Богу Что И Ему Самому Не Хотелось Сложить Костей Своих В Египте Евреям 11.23 Веру Моисей По Рождении Три Месяца Скрываем Был Родителями Своими Ибо Видели Они Что Дитя Прекрасно И Не Устрашились Царского Повеления Толкования Перечислив Великих Мужей При Помощи Веры Совершивших Свои Подвиги Говорит И О Родителях Ободряя Тех Молодушных Тем Что Даже Второстепенные Дела Таких Людей Имеют Значение Далее Выставляет На вид Даже Блудниц Чтобы Еще Более Пристыдить Их И Так Говорит Ради Чего Скрыли Трехмесячного Ребенка И Притом Вопреки Повелению Убивать Детей Мужеского Пола Как Не Убоялись Ясно Они Веровали Что Он Будет Спасен Почему Потому Что Видели Они Что Дитя Прекрасно То Есть Красиво Привлекательно На вид И Уверовали Что Бог Возлюбил Его Прямо С Пеленок Они Как Говорят И Намеревались Бросить Его Но Когда Дитя Мило Улыбнулось Оставили Его Так У Него Было Все Божественно Евреям 11 24 25 Верой Моисей Придя Возраст Отказался Называться Сыном Дочери Фараоновой И Лучше Захотел Страдать С народом Божиим Нежели Иметь Временное Греховное Наслаждение Толкование Вот допустим Говорит Дитя Было Прекрасно Мы знаем А как Что Улыбнулось Нигде Не написано Откуда Брали Свои Предания У них Было По Преданию Говорят Что У Пророка Ильи Когда Он родился Отец Там был Навах И Ребенка Когда Однажды Они И Не Этими Пеленками Обматывает А огненные Из огня Пеленки И в рот Ему Влагает Огонь Он Таким И был Вот Такое Из Преданий Иудейского Сохранилось Ты Можешь Не Верить В Это Ну Такое Написано Дошел До Самого Дорогого Для них Примера До Моисея Почему И останавливается На нем Пространнее Строй Его Мысли Таков В Веры Моисей Отказался Называться Сыном Дочери Фараоновой Когда Придя В возраст То есть Достиг Же Уже Мужества Очевидно Потому Что Надеялся Взамен Того Получить Нечто Большее Слово Отказался Показывает Сильную Ненависть И внутреннее Отвращение К распоряжениям Царя Смотри Как он Называет Грехом Не страдать С братьями Это И через Пророков Бог Прорицает И Не Болизнуйте Бельстве Иосифа Не Болизнуйте Бельстве Иосифа Амос 6 6 И еще Не Исходило Оплакивать Думу Ближнего Своего Общая Мысль Пятая Глава Амоса И на Светающих У пророка Иезекииля Полагается Знамение А тех Которые Не терпели Ничего Подобного Ангелам Дается Повелевание Избивать Иезекииль 9 4 6 Если же Те Кто Добровольно Не То Что Должно Думать О тех Кто Причиняет Зло Другим И Вообще Совершает Зло И так Участие В царской Роскоши Называет Временным Греховным Наслаждением Вот Опять же Я вернусь К Моисею Его Они В люльку Положили Но Какой Возраст Его Был Мы Не знаем А откуда У него Это было Это уже Заложено Было С молоком Матери Ну и Когда Поровну Ноложили Может быть Совсем Маленький Был И все Таки У него Перебороло Я ему Сколько Давал Высшее Образование Дал Он Министр Там Кто Военных Сил Там Все Ему Дал Только Второй После Фараона И он Все Бросил Как Сильный Все Таки Для Ребенка Заложить Пока Он Маленький А не Так Няньке Отдай Она Воспитает В детском Садике Они Там Тебя Воспитает Его В нем Сохраняется Все И поэтому Ребенок Даже в утробе Матери Слышит Голос Когда она Поет Пойте Матери Молитвы Как говорят Хорошая музыка Благотворно Влияет Интересно Включает Громко Рох Музыку У коровы Молоко Совсем Никакое Включает Там Какое-то Баха Или что У коровы Молоко Повышается И лучшего Качества Намоченное Зерна В отдельной Комнате Так Магнитофон Поставили Чтобы одно И то же Поворачивал Будь ты Проклят А то другое Схожесть И 3% А когда Добудешь Ты благословенно Слова на Магнитофоне Записаны Тоже Намоченное Зерна Схожесть 97% Как это Может повлиять Все остальные Температуры Все одинаковые А знал Это златоус Конечно не знал Откуда бы ему знать Опытов не было Лаборатории Не было А он знал Что благословение Это хорошо Он точно знал А сегодня Мы цифры знаем И вот там Описывают Там Шипулин Академик Опыты проводил Когда начиналась Чума В России Колокола Звонили И звонили А для чего Не знаем мы как Ну так было принято Что тревога Еще сегодня Сделали Чашечки маленькие Чашечки Петри Называется И туда С бациллами С этими Это и выставили И когда Колокольный звон Был то На сколько На два километра Все сворачиваются И погибают Вот какое дело А знал ли это Златоуст Василий Да конечно не знал Откуда он бы знал Если бы мы это сказали То он бы не поверил Далее Евреям 11.26 И поношение Христова Почел большим Для себя богатством Нежели египетские сокровища Ибо он Взирал на воздаяние Толкование Не сказал благо Отложенное на небесах Но показывая Добродетель его И снова их ободряя Сказал Поношение Христова Ибо как В последствии Христа Поносили те Кто был им Облагодетельствован И наконец распяли Так прежде поступили И с Моисеем Те Кои пользовались От него Благодеяниями Ибо тот самый еврей Который Моисеем Был избавлен От руки египтянина На другой день Сказал ему Кто поставил тебя Начальником Или судьей Над нами Не думаешь ли Убить меня Как убил египтянина Вот представь себе На твоих глазах Сегодня верующий человек Проповедовал Ты обратился А другой отступился Ожесточился И который обратился Тебя же будет упрекать Ну и дальше Вообще без сомнения Подвергнуться Поношением Или мучениям Со стороны своих Ближних И благодетельствуемых Это поношение Христова И всякое поношение За добро Направленное Против делающего Его И вообще Напрасное Нападение Это поношение Христова Так и Господь Подвергался Злословию Назывался Другом мытарей За то Что вкушал с ними Ради спасения их Посему Как роскошь Греховна Так поношение Христова Итак Не негодуйте Если терпите Притеснение Со стороны Соплеменников Взирая на столь Славного Моисея И что еще Важнее на самого Христа И ропотно Моисей при скале Был поношением Христова Ибо эта скала Христос 1 Коринфянам 10.4 Ибо он взирал На воздаяние Очевидно Ощами веры Все Аллилуйя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...